Этот музыкальный экспромт на самом деле крик души. Здесь не услышишь разговоров о том, где лучше провести уикенд или куда отправиться в отпуск. Бездомных, которые приходят сюда переночевать и покушать, волнуют другие вещи, ведь больше их нигде не ждут. Социальная гостиница «Милосердие» не просто принимает на ночлег людей без денег и документов. Некоторым здесь помогают начать новую жизнь, но желающих не так много. Есть люди, которые через 10 лет обратно возвращаются. По статистике, половина живущих здесь людей возвращается в том или ином качестве. Но если даже и 2 из 10 или 1 из 10 вернутся к нормальной жизни, значит, есть ради чего работать с ними. Здесь всегда текучка. И всегда не меньше сотни человек с проблемами. Так что выстраивать систему социального взаимодействия – задача стратегическая. В Центре «Милосердия» помощь бездомным оказывают на энтузиазме. Часто приходится привлекать добровольцев. А с ними, как водится, напряженка. Нужны и медики, и юристы, и просто неравнодушные люди. Вот и пришлось разработать целый проект по поиску и подготовке волонтеров, который взял грант на международном конкурсе «Православная инициатива». Проект называется «Вместе с добром». Мы запланировали открытие пункта обыгрыва. Но ведь для того, чтобы эта работа велась, тоже нужны добровольцы. Нужны те добровольцы, которые будут оказывать доврачебную помощь. Нужна помощь в восстановлении документов, помощь в восстановлении связи с родственниками. Достойный пример для подражания нашелся сразу. В юбилейный год расстрела семьи Романовых образцом добродетели послужил царский лейб-медик Евгений Боткин. Его именем и назвали «Тюменское добровольческое движение». Люди. Они лучше понимают, следуя примеру кого-либо. И вот в современной истории я вижу в Евгении Боткина достойный пример, которому можно подражать, занимаясь служением ближнему. Четвертый ребенок в семье знаменитого лейб-медика двух российских царей Сергея Боткина стал светилом медицины. Большие карьерные перспективы открывались сразу после окончания военной медицинской академии. Но лекарь-отличник выбрал работу врачом-ассистентом в Мариинской больнице для бедных. Много учился и быстро продвигался по карьерной лестнице, но никогда не отказывал в помощи самым разным людям. Вот и на войну пошел добровольцем, чтобы организовать на фронте санитарную работу. Там хоть и получил награду за отличия, оказанные в делах против японцев, врагов успевал лечить. Начнем с 1904 года. Он на русско-японской войне лечит не только русских воинов, но и японцев. Спустя 20 лет, уже после его смерти, его сын попадает в Японию. И благодарные японские власти за спасение раненых японцев во время войны дают убежище сыну Боткина. В 1908 году Евгений Сергеевич назначен лейб-медиком Николая II. Об этом хлопотала императрица Александра Федоровна. Она прочитала трогательную книгу доктора «Свет и тени русско-японской войны». Составленную из фронтовых писем к жене. И решила, что этот человек достоин лечить ее семью. И не прогадала, преподавая в академии, будучи врачом общины Святого Георгия и членом главного управления Российского Красного Креста, он оставил все ради своих царственных пациентов. У него было право выбора всегда. Но он всегда оставался верен долгу врача и всегда следовал за своими пациентами. Тем более, когда в феврале-марте 1917 года принимали клятву верности временного правительства, он ведь не принял эту клятву. Так и оказался вместе с семьей императора в августе 1917 в Тобольской ссылке. В сентябре приехали его дети Татьяна и Глеб. Все поселились в доме купца Корнилова, совсем рядом с Домом Свободы, где разместили царскую семью. На них выделены были две комнаты, причем на Татьяну одна глухая комната, а на Боткина и его сына Глеба проходная, через которую все время проходили солдаты, все время проходили какие-то люди. И при этом, в общем-то, доктор Боткин не скандалил, он спокойно к этому относился. Слава о медике высочайшего класса сразу разнеслась по округе. У нас, конечно, медицина здесь в Тобольской губернии была развита, но очень, конечно, слабенькая. И чаще всего люди лечились своими какими-то прикладными методами и могли нанести себе больше вреда. То Евгений Сергеевич, конечно, показал, как должен работать врач. Боткин был единственным из царского окружения, кто всегда мог беспрепятственно выходить на улицу. Всего семь месяцев пребывания в Тобольске он лечил местных жителей безвозмездно. Пациенты сами находили доктора, выстраивались в длинные очереди на лестнице Корниловского особняка. Местные чины во власти, конечно, старались отойти в сторону. Что мало ли, что там подумает наверху. Но простые горожане, которым нужно куда-то обращаться, шли и к доктору Боткину. Тяжело больные за врачом посылали экипажи. А к тем, кто не мог себе этого позволить, он ходил пешком. По пояс утопая в сибирских сугробах. Снег с улиц после революции убирать перестали. Благодарные крестьяне и лавочники пытались отплатить за добро, поднося дары природы. Орешки, хлеб, яйца. Он приносил продукты питания в карманах для семьи Романовых, поскольку рацион питания был ограничен. И, в принципе, перевели на солдатский рацион. Сблизился он и с солдатами. Всему конвою доктор Боткин осмотрел зубы и выдал талоны на лечение. И, конечно, хлопотал о здоровье надзирателей. Никому не отказывал в помощи. Даже тем солдатам конвойной команды, которые, в принципе, достаточно глумливо относились к семье Романовых. Ведь его, как и семью Романовых, расстреляли тоже те же самые солдаты, те же самые красногвардейцы, которым он наверняка оказывал накануне медицинскую помощь. Главную миссию здоровья членов царской семьи на второй план доктор никогда не задвигал. Каждый день, как и в царском стиле, доктор Боткин приходил в 10 утра к Александре Федоровне, докладывал, рассказывал о состоянии наследника, состоянии дочерей, состоянии императора. То есть это было доверенное лицо. В своем доверии не ошиблись долгу врача он изменять и не думал, ведь в Екатеринбург его силой никто не отправлял. Да и там до последнего он имел право выбора. Большевики, охранявшие ссыльных, они сделали предложение Евгению Сергеевичу, что он может уйти, потому что он вреда никакого не представляет для большевистской власти. И может уйти. Он сказал, я не могу покинуть своих царственных пациентов, я буду с ними до конца. И даже когда семья спускалась в роковой подвал Ипатевского дома, он заботился о комфорте императора. Николай Александрович тогда за ним мог ногами. Именно доктор Боткин взял наследника Алексея Романова, внес его вниз и держал долгое время на колени, пока не пересадил к отцу. По рассказам тех, кто расстреливал семью, именно доктор Боткин был тем, кто прикрыл Алексея Романова. Теперь примером его жизни вдохновляться могут все, в том числе православные верующие. Врач Евгений Боткин был канонизирован в 2016 году собором Русской Православной Церкви. Был прославлен как страстотерпец, как праведный страстотерпец. Как много таких пациентов, которым нужна такая медицинская помощь? Всегда несколько человек есть, которые в памперсах, нуждаются где-то в перевязке, где-то в профилактике или обработке пролежней. В социальной гостинице помощь нужна всегда. Да, будущие врачи здесь не на экскурсии. Включиться в добровольческое движение имени Боткина они решились недавно. У них есть и свое Всероссийское движение «Волонтеры-медики». В Тюмени в него входит уже сотня человек. Они занимаются сопровождением массовых мероприятий, популяризируют донорства, рассказывают населению о том, как сберечь здоровье. Теперь вот решили объединить усилия и помогать бездомным. Мы можем помогать больными, которые здесь есть, воплощая в жизнь наши практические умения, наши знания в плане лечения людей. И также мы можем просвещать насчет каких-то заболеваний, то же самое, какая-нибудь профилактика курения. Слушатели найдутся. Обязательно. Данил тоже волонтер. В свободное от научной работы время читает здесь курс богословия. На лекциях всегда 5-6 человек. Контингент совершенно уникальный. Есть люди, симпатизирующие христианство, есть люди, симпатизирующие иудаизму, а есть люди, симпатизирующие буддизму. Люди самые разнообразные, не глупые. Здесь как минимум двое человек меня удивили. Один из них художник, другой умеет читать на греческом языке. Поэтому я себя здесь не чувствую, скажем так, значительно умнее моих слушателей. Извилистых жизненных историй в Центре милосердия немало. У Галины Павловны медаль за трудовую доблесть. 17 лет она проработала на комвольно-суконном комбинате. Постоянно на ногах. Вот они и сдали. Начался сильный варикоз. Кроме медалей, ей с матерью и двумя детьми выделили пятикомнатную квартиру. После размена всем достался собственный угол. Всем, кроме хозяйки. Я ж не думала, что она так поступит. Дочь? Да. Она меня везде обманула. И сейчас вообще не пускает домой. Живет все в том же Центре милосердия. А в больнице ее навещают чужие люди. Все те же добровольцы. Хорошие врачи. Да. Внимательные. Ева к движению имени Боткина присоединилась давно. С сыном Юрой часто бывает в Центре. Теперь вот и постояльцы в больнице вызвались навещать. Наверное, это наш долг. Каждого человека вообще. Человека на земле православного особенно, чтобы мы не оставляли людей в нужде. Часто его с собой беру. Он вот и на праздниках стихи им рассказывал, бабушкам, дедушкам. Чтоб не рос поганцам и засранцам. Бабушка Галина вернется обратно в социальную гостиницу. Навещать и забирать бездомных после выписки – важная задача волонтерского движения. Для больницы – это настоящее спасение. Ведь выписывать неокрепших пациентов никуда врачам не позволяет совесть. А держать их в палатах нет возможности. Поэтому взаимодействие социальных служб и медицинских работников и волонтеров, которые будут как раз эту взаимосвязь устанавливать, оно действительно необходимо, потому что, если особенно холодное время года, то вылечившись медицинской организацией, эти люди попадают в неблагоприятные условия. Конечно, они потом обратно возвращаются к нам в больницы. Иногда такая поддержка помогает встать на ноги. Вот история со счастливым концом, точнее, с началом новой жизни. Валерий не хочет, чтобы старые дружки увидели его по телевизору. Да и неловко. Десять лет он пил ежедневно. Квартиру заложил, а потом она отошла к мошенникам со всеми его документами. Несколько лет провел на улице. Спал стоя в залах банкоматов, на теплотрассах. А если повезет, то и в подъездах. Лечился от всего парацетамолом с водкой. Как-то я лежал на спахмеле, с большого свитка, и мне пришла просто-напросто мысль, а почему мне как-то не попробовать вылезти, мне как-то не попробовать начать новую жизнь. Вот я обратился в храм, там мне посоветовали пройти реабилитацию. Я приехал на реабилитацию, весил 58 килограммов, и вышел из реабилитации уже 85, и с багажом занятия в голове, как жить трезво. Не пьет он уже 4 года. Недавно бросил курить и начал обливаться холодной водой. Теперь, как сам говорит, кайфует от трезвой жизни. Реабилитация заняла 2,5 года. Потом специалисты милосердия восстановили документы. Сейчас Валерий работает. А еще включился в добровольческое движение. Помогать бездомным считает своим долгом. Ведь когда жил на улице, ему на помощь приходили только свои. Чтобы добровольческое движение имени Евгения Боткина задышало полной грудью, нужно не только набрать людей, но и обучить и сколотить настоящую команду. Пример великого врача непременно вдохновит на благие подвиги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова